Приветствую всех дорогие друзья! Рад вам презентовать новый выпуск, посвященный Mercedes C6 3S. А также после этого выпуска мы будем делать обзор на M3 F80. Это прямой конкурент C6 3S. Кстати, про M3. Это будет та самая M3, которую вы видите на ролике за моей спиной. Этот ролик очень хорошо зашел вам, вы его комментировали, ставили лайки, за что вам большое спасибо. Хочется вас попросить, чтобы вы поддержали владельца данной M3. Он открыл свой детайлинг, который называется Lord Studio. Вы можете посмотреть сейчас в ролике, насколько там все круто сделано и со вкусом. И кстати, друзья, 15 сентября будет официальное открытие Lord Studio. И в честь этого события Lord Studio запускает конкурс на полную отклейку автомобиля пленкой Aracal любого цвета. Условия конкурса просты. Нужно креативно сфотографировать свой автомобиль, отметить Lord Studio и поставить хэштег, который вы сейчас увидите. 15 сентября Lord Studio выберет самую интересную фотографию среди всех участников конкурса. И победитель получит возможность обклеить свой автомобиль в любой цвет, который он захочет. Просто поддержите нашего друга и вам приятного просмотра. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Приветствую всех дорогие друзья! Меня зовут Ислам Адамов, а вы находитесь на канале Лима. И сегодня у нас на обзоре Mercedes C63 S в 205 кузове. Итак, начнем! Этот автомобиль может сыграть с вами злую шутку. И злая шутка заключается в том, что у этого автомобиля избыточная мощность. 510 лошадиных сил, 4-литровый V8, который выдает 700 ньютон-метров крутящего момента с 4500 оборотов. То есть, когда вы нажимаете газ в пол, этот автомобиль поначалу едет, дает вам саунд. Вы думаете, а вот вы уже, в принципе, ощущаете максимальную динамику разгона, как только она начинает входить в пик своего крутящего момента и дает вам... И как раз если в такой момент у вас будет какая-то плохая резина, или вы заедете на какую-то дорогу, которая будет с плохим зацепом, друзья мои, с выключенной стабилизацией вам придется очень хорошо постараться остаться на дороге. Эта машина определенно попытается вас скинуть с себя ровным таким же счетом, если бы вы залезли в Испании на быка и пытались бы остаться на нем. Субтитры сделал DimaTorzok В целом, про рулежку этого автомобиля. Автомобиль на низких скоростях рулится очень комфортно, приятно, предсказуемо. Но как только вы пересекаете отметку в 150 км в час, этот автомобиль становится менее информативным. Так, это у нас был спорт плюс режим. Хочу подметить сразу следующую вещь. Сейчас я разогнался 150 км в час. Острота рулежки сразу пропала. Подразделения AMG это те люди, которые научились делать реально мощные двигатели с хорошим запасом прочности. Которые научились делать автомобили, которые на сегодняшний день выдают просто нереальный звук. Субтитры сделал DimaTorzok Вы делаете тачку, вы делаете подвеску, вы это все проверяете на Нюрнбург-Ринге, как этот автомобиль себя ведет. Этот автомобиль на Нюрнбург-Ринге показал лучшее время, чем BMW M3. Но хочу сделать маленькую пометку. Это было в кузове купе. Купе 6.3s проехала на Нюрнбург-Ринге 7.44. BMW M3 четырехдверная проехала 7.46 на 2 секунды медленнее. Четырехдверная M3. После этого компания BMW выпустила BMW M4 CS и M4 GTS. Они намного быстрее проехали, чем C6.3s. Но справедливости ради, эти автомобили, которые не в серийном производстве, эти автомобили сделаны в лимитированной версии. И я как понимаю, этот жест от BMW означал то, что если мы захотим, мы проедем Нюрнбург-Ринг быстрее. Чуваки, проезжайте Нюрнбург-Ринг быстрее. Нету спора. Но пусть это будет серийная машина. Пусть фанаты BMW радуются за то, что автомобиль серийный в C-классе может ехать на Нюрнбург-Ринге быстрее, чем C6.3s. Ну а говоря про внешность C6.3s, ее внешность, в принципе, уже давно зарекомендовала себя у компании Mercedes. О чем я говорю? Если мы посмотрим на линейку Mercedes-Benz, они сейчас, в принципе, все кузова делают идентичными друг на друга. C-шка похожа на E-шку, E-шка похожа на S-класс. И они, в принципе, все на друг друга похожи. Друзья, я пригнал этот автомобиль на очень живописный фон, как вы видите за моей спиной. И сам по себе этот автомобиль очень интересный в плане эстетики внешнего вида. Давайте перейдем и посмотрим в детали. Смотря на экстерьер, сразу бросается в глаза серый матовый цвет. Это опциональный цвет, который доступен к заказу с завода. Называется серый селенит манго. Он стоит в районе 200 тысяч рублей. В целом, передняя часть автомобиля смотрится очень гармонично, стильно, красиво. В пампере мы видим специальные воздухоотводы, которые направляют порывы ветра в радиаторы, чтобы охлаждать двигатель и коробку. Солидная решетка радиатора, которая смотрится стильно и строго. Рельеф на капоте создает еще больше борзый антураж и так борзому автомобилю. Также на автомобиле установлен опциональный карбон пакет, который включает в себя переднюю губу, боковую юбку, задний диффузор, спойлер и боковые зеркала. Эта опция стоит 210 тысяч рублей. Сбоку этот автомобиль напоминает уменьшенную версию S-класса. Здесь же мы можем наблюдать 19-е кованые диски компании CMST. Преимущество этих дисков заключается в том, что они легче заводских, и это снижает подрессорную массу автомобиля, что делает его более динамичным. Единственное, чего не хватает в экстерьере автомобиля, это карбонокерамических тормозов. И эта опция стоит 504 тысячи рублей. Ромовая часть также напоминает нам S-класс. Четырехствольный выхлоп, карбоновый спойлер, шильдики AMG C63S. И в целом, с какого бы ракурса вы не смотрели, он смотрится красиво, стильно и статусно. В 2018 году вышел рестайлинг на эту машину. И заднюю оптику, как и переднюю, поменяли. Если у меня нет вопросов по передней оптике, то о задней оптике у меня есть вопрос. Рисунок заднего фонаря выглядит, как на Hyundai Solaris'е каком-то. Потеряли серьезность в плане салона. Они добавили сюда новый руль, поставили другой экран чуть больше. В принципе, по салону таких кардинальных изменений не произошло. Салон это визитная карточка C6C3. Здесь установлены все опциональные примочки. А это электрорегулировки водительского и пассажирского сидения, которые также являются опцией стоимостью 156 тысяч рублей. Обдув сидений 130 тысяч рублей. В интерьере мы можем наблюдать шлифованный алюминий. Это 35 тысяч рублей. Музыка Burmister 100 тысяч рублей. Система контроля слепых зон 54 тысячи. Проекция 119 тысяч. Gistronic 72 тысячи. Бесключевой доступ 66 тысяч. Регулировка выхлопа AMG 168 тысяч. Панорамная крыша 212 тысяч. Двухцветная кожа Nappa 300 тысяч рублей. Комфортное сидение 24 тысяч рублей. Камера 360 градусов 77 тысяч рублей. Ароматизация кондиционирования салона 40 тысяч рублей. Итого опции более чем на 1 миллион 600 тысяч рублей. Вы понимаете, если здесь еще стояли бы карбоно-керамические тормоза, опции были бы больше, чем на 2 миллиона. За эти деньги вы могли бы купить Camry 3.5, а здесь только опции. На период выпуска этого автомобиля, еще в дорестайлинговой версии, уже устанавливали 9-ступенчатые автоматы на Ешке 6.3S в 1013 кузове. И в рестайлинге подразделение AMG решило, почему бы нам не поставить в Сэшку ту же коробку. И они ее поставили. В принципе, мощность осталась та же самая, как и крутящий момент. Добавили коробку. И самое, что интересно, по паспорту расход на новой коробке у машины стал немного больше. Вес на автомобиле стал немного меньше. И за счет того, что стал вес немного меньше, они выиграли 0,100 в 0,1 секунду. 0,1 секунду. 0,1 секунду. 0,1 секунду. Сказать, что этот автомобиль эмоциональный, это ничего не сказать. Оставшись наедине с этим автомобилем, он может вам испортить настроение, либо поднять. И все зависит от выбранного вами режима. А режимы здесь следующие. Есть комфортный режим, спорт режим, спорт плюс режим. И режим рейс, когда у вас полностью автомобиль находится в боевом режиме с отключенной полностью стабилизацией. И вы можете творить самые страшные вещи, о которых вы не расскажете никому. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, если поговорить детальнее про эти режимы, то начнем с индивидуального режима. Это когда вы можете настроить автомобиль полностью под себя, под ваше настроение на сегодняшний день. Например, у меня есть настроение, чтобы двигатель был в спортивном режиме максимально отзывчивый. Чтобы коробка была в спортивном режиме максимально отзывчивая. Но при этом я хочу, чтобы у меня подвеска и звук выхлопа были тихие. А подвеска была мягкая. Я могу себе так настроить автомобиль, и он будет валить. Звук будет относительно тихий, потому что заслонки будут закрыты. И подвеска будет, соответственно, в комфортном режиме, если такое можно применить. Но на самом деле по подвеске я могу сказать, что этот автомобиль в комфортном режиме достаточно комфортен. То есть ты не ощущаешь, что здесь какая-то зубодробительная подвеска. Хотя она такой и является, когда вы ставите спорт плюс режим и рейс режим. Но она может быть комфортной. И когда вы остаетесь наедине с этим автомобилем, вы открываете люк, приспускаете боковое окно, переводите автомобиль в спортивный режим, рейс, переключаете работу коробки в механический режим, вставляете вторую скорость, поднимаете стрелку до 5000, и отпускаете. Ну это ли не кайф? Это то, за что фанаты AMG безумно любят эту марку. Представьте себе, AMG без этого звука просто невозможно. Это ее самый сильный козырь. За это этот автомобиль можно любить. Безусловно, сильнее всего, что встречается вам в Папсидневе. Кайф! 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 помните этот пузырь толстый говорил это c6 и 3 быстрее чем м3 на дороге и там рулится лучше это неправда ты выходишь на поворот боком в это время те надо переключиться на вторую что продолжит дрифт потом заканчивается 2 надо ставить третью передачу но здесь здесь ничего нет тебе надо ломать руки свои и в то время искать лепесток об следующая передача неужели компания а мг нельзя было оставить рычажок здесь как на прошлой версии c63 204 кузове там да было правда у такой рычаг был как у и каруса сверху не знала вот но как бы не было это было прямой конкурент бмв м3 у нее все в порядке оставили рычажок который удобно переключать передачи механическом режиме не надо там руки ломать и искать следующую передачу как это выглядит я вам сейчас покажу первая передача пошел все 2 нужно человек который не дружит с дрифтом он никогда в жизни не поймет не разберется с переключением передач видел если ты руль отпустил все хана и делами бордюр называется я просто опустилась здесь чувствуется что морда тяжелее и сравнение 204 цешки 63 эта машина легче на сто двадцать килограмм и по-любому морда тяжелее чем задняя часть нет развесовки так как и по образу драконицам видел нет я хотел переключить следующую передачу и вот этот рычажок как на ml 350 помешал мне зачем вообще ставить вот эту херню сюда как будто дедовская машина это амг или что-то такое звучит правда дворник она ушла в аварию типа аккуратнее остановитесь придите в себя от может я засыпаю 204 цешку они ставили один и тот же двигатель m156 это атмосферный 62 и ограничили мощность до 457 сил и варианте performance pack 487 сил разница была только в прошивке а тут нет тут они уже поступили по-хитрому тут они ограничили мощность не прошивкой они тут поставили турбины поменьше коллектор поменьше то есть невозможно будет как в той цешке путем прошивки увеличить мощность такую же как сделать как в ешке тут уже не вариант тут уже надо будет менять железо то есть поменять те же самые турбы которые стоят на ешке нас м177 двигатель поставить коллектор тоже от ешки а мы взяли купили турбы купили коллектор и засунули в этот двигатель то есть у нас турбины коллектор стоят от ешки 213 кузове от двигатель м177 мы засунули в эту маленькую цешку но внутрь двигатель лезть не стали почему потому что здесь степень сжатия двигатель 10 с половиной а в ешке 177 двигателя там степень сжатия 86 это двигатель при одинаковом надуве будет мощнее почему потому что здесь большей степень сжатия это говорит о том что это очень читерская машина после тренинга но и ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если у тебя колеса не новые, то есть ты можешь забыть систему ланч-контроля. Эта система, мне кажется, работает тогда, когда ты приехал на проклеенный дрэк-стрип, одел полу-слики, и только тогда она будет работать. Но она работать будет всегда, тогда от нее будет эффект. Да, еще. Они теперь в эту машину поставили активные амортизаторы по жесткости. Теперь можно регулировать ее здесь. А раньше C-ку, если ты купил C-ку в 204-м кузове, ты должен был ехать вот в таких ковшах. И вот так. Зубодробилка. А тут, да, тут уже добавили систему жесткости. Для чего они это сделали, не могу понять. Потому что, что в комфорте ты едешь боком на ней, что в спортплюсе, никакой разницы нет. Машина едет ровно так же. Наоборот, благодаря нашим неидеальным дорогам, в системе спортплюс подвеска больше подпрыгивать боком. То есть, в режиме комфорт, ехать боком удобнее. Это маленький лайфхас. Сравнить ее конкурентов только можно одну машину. Это BMW M3. Почему вы спросите? Да потому что RS4 это дно полноприводное, которое неинтересное вообще. Lexus RC-F, вы сами знаете, с прошлого выпуска GSF, стоит тоже древний конченый мотор. 477 сил, который никуда не едет. И никуда боком тоже не едет. Остается только M3. Музыка. Эта вторая передача может автоматически переключиться на третью передачу. Без твоего спроса. Хоть включен механический режим. А знаете почему? А потому что в этой машине очень дохрена крутящего момента. В тот момент, когда эта машина переключится на третью передачу, без вашего спроса, у вас зрачки увеличиваются не в два раза, а в десять раз больше. И тогда ты уже думаешь. Твой мозг думает. Так, как ее собрать? Или в какую бордюр ехать? Где получить меньше удара? Так что это дикая штука. На большой мощности эта машина становится неуправляемой. Итак, у нас сейчас самое нелогичное противостояние. противостояние C6C3S STH3 против C6C3 обычной, даже не S-версии. Просто посмотрим, насколько STH3 будет уходить от обычной стоковой C-шки. С-версии. 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 Ты готов? Давай. Раз, два, три. Давай. Езжай. На упору две секунды. Вы понимаете? Просто здесь... Здесь о чем идет речь? 150, 160, 180. У нас расстояние между друг другом измеряется не то что корпусами, а поездами, мне кажется, просто вагонами. Давай я тебя отпущу вперед. С накатом поедем с первой и после тебя нажму газ. ЗВУЧНЫЕ ГОМОРРОХ. ЗВУЧНЫЕ ГОМОРРОХ. ЗВУЧНЫЕ ГОМОРРОХ. ЗВУЧНЫЕ ГОМОРРОХ. Знаете чего? Нахрен эти гонки нужны! Я просто перевожу машину в комфорт. И поехал в ZR Performance. делать стэдж 3 ну а как как по-другому вы понимаете когда эта машина уезжает от меня я чувствую себя не на цешке 63 чувствую себя как будто я еду на двухлитровом форде вот такие ощущения это просто уму непостижимо вы сами все видели даже газ не хочется нажимать после этого кажется как будто машина вообще не справедливости ради надо сказать то что это 6 это цешка 6.3 не с версии а там и без того что с версии она еще и на стэйдж 3 незавершенным но тем не менее но результат это уже прям на лицо даже допустим здесь будет с версия здесь будет 510 сил все равно будут то же самое максимум может быть два корпуса мы выиграем чесар а чесар а чесар ты глаз не и у тебя и и и и и и и и Дикстен, я не пилот, стик-top, да стик-top Дикстен, я не пилот, стик-top, да стик-top Итак, дорогие друзья, наш обзор подошел к концу И мы сейчас будем прощаться с этим прекрасным автомобилем Дальше у нас будет обзор на М3 F80 Будем надеяться на вашу поддержку, на ваши лайки, комментарии Это очень сильно поддерживает наш канал И еще, друзья, у нас для вас есть подарок Компания CMST, это те ребята, кто установили слакованные диски Делают 10 тысяч рублей скидку для наших подписчиков по промокоду LIMA Не упустите выгодное предложение поставить на свою любимую тачку Красивые диски по вашему вкусу Ну а сейчас мы попрощаемся с этим прекрасным автомобилем И приступим к обзору М3 F80 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...